Добрый день, коллеги! Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Защитим упрощенную систему налогообложения, защитим свой бизнес. Спитерим сегодня Александр Чумак, руководитель штаба, президент Ассоциации частных работодателей. Геннадий Макалев, предприниматель организации публичных мероприятий штаба. Ирина Таран, генеральный директор объединения предпринимателей торговли и общественного питания торгового единства. Олег Драгумов, руководитель юридического департамента Ассоциации частных работодателей. И, пожалуйста, Александр, я даю вам слово. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо за то, что вы пришли на данную пресс-конференцию, в которой мы собираемся анонсировать акцию протеста, которая пройдет в пятницу, в эту пятницу, в час дня на площади Конституции. Я хотел немножко начать с другого, но, наверное, я переформатирую свой спич. Связано это с тем, что буквально вчера мы допоздна проводили консультации с Киевом, и сегодня эта информация подтвердилась. К сожалению, для того, чтобы обойти необходимость рассматривать альтернативный законопроект, 17-го числа, в этот четверг, зная о том, что предприниматели 18-го проводят всюукраинскую акцию протеста, в Верховную Раду выносится законопроект Министерства финансов 3630, который фактически является, ну, я его называю, это поминки по малому бизнесу. Если законопроект будет принят, то в результате 168 тысяч юрлиц на едином налоге сразу будут выдавлены на общую систему налогообложения, еще 52 тысячи упрощенцев физлиц третьей группы, которые не смогут выполнить необходимые нормы новой группы B, так называемой. В итоге мы около 230-240 тысяч субъектов хозяйственных получим выдавленными в общую систему, что повлечет для них существенное увеличение налоговой нагрузки, усложнение учета и, скорее всего, это повлечет к двум факторам. Первое – это сокращение рабочих мест для того, чтобы минимизировать затраты, либо переход части этих субъектов в тень. Сегодня мы начали уже обзванивать народных депутатов наших, то есть каждый регион звонит своему депутату. Я уже поговорил с Михаилом Копцевым и с Романом, извиняюсь, с Ярославом Маркевичем, с теми, кто дозвонился. Убедительно попросил от имени Харьковского регионального штаба не голосовать за проект 3630. Они услышали мои доводы. Мы настаиваем на том, что этот законопроект нельзя принимать в том виде, в котором он есть. Наши действия, если этот законопроект будет принят, мы будем требовать наложения вета президентам на законопроект 3630. В чем заключается сложность? На основании этого законопроекта будет принят бюджет. Если в четверг будет принято в спайке и бюджет, и налоговый кодекс, то нас сразу обвиняют в том, что мы хотим сорвать бюджетный процесс в Украине. 100%. При этом мы утверждаем, что принятие законопроекта 3630, к сожалению, имеет большую опасность срыва выполнения социальных обязательств государства. То есть выплаты пенсий и зарплат бюджетников. В связи с тем, что часть бизнеса будет уходить в тень, то перекрыть обязательства перед бюджетниками можно будет только путем повышения инфляции. То есть таким образом, вот те обещания, которые вы слышали про 70 гривен за доллар, курс, это, скорее всего, была, как говорится, оговорка по Фрейду. То есть для того, чтобы выровнять бюджет, при принятии данного законопроекта государство вынуждено будет повышать курс валюты и увеличивать инфляцию, чтобы покрыть свои обязательства. Но у нас есть огромная надежда на то, что такое не произойдет, и закон не будет проголосован, потому что мы надеемся, что правительству не удастся поломать через колено депутатов, которые на сегодняшний день не готовы голосовать за законопроект, который убивает малый бизнес. Поэтому мы не отменяем свою акцию 18 числа. Она состоится на площади Конституции в час дня. В ее участии уже подтвердили участие рынок Барабашова. Сегодня общался в Мерефе с предпринимателями, они будут. Будет город Валки, будут Дергачи, будет Чугуев. Харьков – это таксисты будут представлены, торговое единство, представители ресторанного бизнеса. Это другие рынки, такие как Лоск, Холодная гора. Ведем переговоры с конным рынком. Союз работников сферы безопасности. Профсоюзы другие. Более того, мы направили письмо на имя председателя объединения профсоюзов Харьковской области, Тесленко Сергея, с просьбой поддержать нашу акцию и тоже выйти на площадь. Кроме этого, в четверг у нас была встреча с заместителем губернатора Харьковской области Юлией Светличной, где мы получили поддержку и в пятницу на имя Кабинета министров было отправлено письмо, которое просит все-таки поддержать наши требования и рассмотреть введение моратория на изменение упрощенки в тех рамках законодательства, в которых она находится на данный момент. Мы очень надеемся, что наши усилия не окажутся бесполезными и нам удастся отстоять малый бизнес и упрощенную систему налогообложения, потому что мы утверждаем, что на сегодняшний день нет еще предпосылок для того, чтобы бизнесу повышать налоговую нагрузку и уничтожать упрощенку. Пока что мы не имеем стабильной экономической ситуации и роста экономики. Это приведет к выводу большей части малого бизнеса в тень, а малый бизнес является самым простым и дешевым способом трудоустройства безработных. Стоимость одного рабочего места в малом бизнесе на уровне 20-30 тысяч гривен. Для того, чтобы создать рабочие места на заводах, их для начала нужно построить. Это несколько лет, несколько миллионов вложений. При этом отдачу они начнут давать только когда завод запустится. Поэтому мы настаиваем на том, что люди, которые самостоятельно создают свои рабочие места, без поддержки государства, которые являются самозанятыми, они должны быть оставлены в покое хотя бы на один год. Хотя бы на один год для того, чтобы в первую очередь провести настоящую налоговую реформу, реформировать общую систему налогообложения, которая является очень сложной, которая является очень дискретной и у нее очень много коррупционных составляющих. Только после этого можно начинать вести диалог о том, чтобы реформировать каким-то образом упрощенную систему налогообложения. Я представляю, собственно, то крыло нашего штаба, который непосредственно готовит полевые уличные акции протеста против этого закона. И ближайшая акция, которую мы запланировали, будем считать это как предупредительная акция, это митинг, который пройдет в центре нашего города. Как показывает мой опыт, я думаю, что, уверен даже, что этой акции будет недостаточно. Мы сейчас работаем над следующими акциями. То есть это будет график мероприятия, который будет проводиться по нарастающей. Я думаю, что в конце концов мы все равно добьемся своего. Все равно рано или поздно мы заставим правительство отстать, скажем так, уйти от единоналожников, уйти от предпринимателей и заняться действительно тем, чем они должны заниматься – экономической реформой. Ведь предприниматели города Харьков вполне обоснованно считают, это не экономическая реформа, а очередной попыткой грабить тех, до кого они могут дотянуться. Это до маленьких, до беззащитных, до предпринимателей, до маленьких магазинчиков. То есть Ферташа, видно, ограбить не получается, Коломойского ограбить не получается. Давайте деньги попытаемся собрать с предпринимателей, с базарников, с таксистов, с магазинчиков, с парикмахерских. То есть со всех тех людей, которые обеспечивают, собственно говоря, ну я считаю, основу, опору нашей экономикой украинской. Поэтому мы будем бороться, бороться до тех пор, пока, собственно, мы не победим вот этого змея, которого, ну, я не знаю, как так получилось, а что он у нас оказался на шее. На самом деле это первая акция, которую мы планируем. Дальше будут акции сложнее, дальше будут акции, не побоюсь этого слова, более радикальные, потому что терять нам нечего. У нас нет запаса плавучести, у нас нет запаса жира подкожного, что мы можем там ждать, пока наши депутаты-космонавты, как мы их называем, с космоса, заметят наши там беды, вот здесь вот на земле как-то на это отреагируют. Поэтому мы будем бороться. Мы будем бороться в Харькове, мы будем бороться в Киеве, мы будем бороться на дорогах между Харьковом и Киевом, мы будем принимать все меры для того, чтобы этого не произошло. У нас требование одно, оставьте нас в покое, дайте нам работать так, как мы работали. Мы платим налоги, мы платим налоги. Как юридическое лицо, единоналожник не может не заплатить налоги, потому что вот зашедшие деньги, вот проценты, которые он должен заплатить, вот платежка, которую он заплатил. Ничего не нахимичит. Зачем нас возвращать в начало 90-х, непонятно. Зачем нам нужно возвращать вот эти все налоговые, так сказать, манипуляции, не понимают. Предприниматели этого не понимают, малый бизнес этого не подпринимает, мы начинаем бороться за свои права. Это не политическая акция, это чистая экономика, мы боремся за свое будущее, за будущее наших детей, за будущее наших семей, за будущее этих стариков, которых мы кормим на самом деле. И пенсионных, а мы кормим. За тех солдат, которым на фронте тоже мы помогаем в первую очередь, потому что волонтеры, ну они же из нас вышли, и мы им помогаем. Не фир тоже помогает волонтерам, а мы. Поэтому я же говорю, что борьба эта будет продолжаться, она будет нарастать, если они не оставят нас в покое, мы от них не отстанем. Мы заставим их учитывать нас, считаться с нами, заставим идти нам на встречу. Спасибо. Олег Грабунов, коллеги, микрофоны представляет? Или все? Перестанет? Олег Грабунов представляет юридические департаменты ассоциаций. Он расскажет о самых, скажем так, проблемных местах законопроекта 36.30, которые представляют угрозу для малого бизнеса. Олег Грабунов, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу акцентировать внимание, что налоговым кодексом, который сейчас действует, есть такая норма законодательства, что внесение в налоговое законодательство может быть осуществлено не ранее, чем за полгода, до начала бюджетного года. То есть всякие изменения, которые сейчас пытаются произвести, надо было делать минимум как в июне месяце 2015 года, но никак не 15 декабря. Поэтому уже этот факт возникает, ну, юридический казус, будем так говорить, и в новой редакции, которая успел бегло, будем так говорить, ознакомился, Кабмин вообще убрал эту норму, то есть вносим изменения в налоговый кодекс, когда кому вздумывается, когда как хочется. То есть мы работаем с предпринимателями, с малым бизнесом, и когда в месяц 4 раза меняется какая-нибудь форма декларации или вносится 4 раза в месяц изменения в кодекс, то это возникает, конечно, каламбур, и бухгалтера и директора не знают, за что хвататься, куда бежать, эта декларация действует, не действует и так далее. Какие изменения приготовили в новом законопроекте? В первую очередь это, конечно, ведение учета. То есть третью группу они убрали вообще со ставкой 4-2%, остается только вторая и первая. Первая группа 300 тысяч. Тоже можно спорить. То есть в 96-м году это были деньги, сейчас 300 тысяч вроде как да, но через год, через два опять-таки это может быть ничего. Вторая группа 2 миллиона и обязательно ведение учета. То есть предприниматели на рынках должны вести учет, и если у вас каких-то там документов не хватает, вы можете применить норму. Это ничего нового они не придумали, это декрет кабинета министров 92-го года, который действовал там десятилетия, который предусматривал эти нормы все затратной части. Там была, правда, большая градация, все виды услуг были расписаны и так далее. То есть оставляют они сейчас в новой редакции на затраты 85%, со следующей индексации до 40%. То есть если в 16-м году они предлагают предпринимателю 85% на затратную часть, то в 19-м только 40%. В связи с чем связано, ну, остается загадкой. Ну и самый неприятный факт, это, конечно, вот рынки все высказывают одну, ну, одно из, это кассовые аппараты. Кассовые аппараты на сегодняшний момент, они должны быть, как сказать, компьютеризированы. Каждый кассовый аппарат подключается к сети интернета. Но если в городе Харькове это еще более-менее как-то возможно, по маленьким магазинчикам, я трудно представляю, как на рынок Барабашова, где там 70 тысяч торговых мест, и каждому надо провести провод и включить кассовый аппарат. То, что делать сельским жителям, где нету не то, что там газификации, телефоны не работают и так далее. То есть туда, в магазин, который там один на всю деревню торгует продуктами, ему надо затратить на проведение интернета, опять-таки это нагрузка на предпринимателя. То, что там законодатель предусмотрел компенсацию из местного бюджета 75% стоимости кассового аппарата, остается вопрос, а где же взять местному бюджету эти деньги 75% для возмещения, если 75% местного бюджета в части подоходного налога, который всю жизнь был собственностью, будем так говорить, местных властей, где они распределяли это на нужды города, села и так далее. Они забрали теперь госбюджет. То есть 75% подоходного забрали, и 75% вы, ребята, как хотите, возмещаете предпринимателям. А как же тогда быть коммуникацией интернета? Кто это будет возмещать? Кто будет проводить эти все сети интернета, потому что ежедневный отчет, каждая операция автоматически должна уходить в ДФС Украины. Если какой-то сбой, то ЧПшник будет опять отнести уже штрафные санкции, и никто не будет слушать, что у тебя там света в деревне не было, или интернета у тебя не было, или еще какие-то. Поэтому в данной редакции, в общем-то, он неприемлем на сегодняшний день. Можно рассказывать и говорить о системах, о ставках и о всем прочем. И правильно я поддерживаю, что мы уже это проходили, что большинство предпринимателей просчитают это и уйдут в тень. Просто-напросто. Бюджет от этого не выиграет. Олег, спасибо. Алина Таран. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что вопрос с ликвидацией упрощенной системы налогообложений, вот только на моей памяти, вот порядка 10 лет уже муссируется, и с определенной периодичностью его хотят убрать. Еще в 2004 году я сама участвовала в акции протестов перед Верховной Радой, когда тоже хотели ликвидировать упрощенную систему налогообложения. Тогда таксисты сыграли свою большую роль, и я это помню прекрасно, и единый налог мы отстояли. Сейчас ситуация складывается подобным образом, как и была 10 лет назад. В связи с этой ситуацией по инициативе и в рамках подготовительных мероприятий к акции, которую мы запланировали на 18 число, 10 декабря 2015 года объединение предпринимателей торгового единства Харьковский областной профсоюз работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг при поддержке ассоциации работодателей, частных работодателей провели дискуссионную панель, которая называлась «Концепции налоговой реформы» от Минфина и Налогового комитета Верховной Рады Украины. В чем разница? Спикерами нашего мероприятия выступили Анатолий Горощенко. Он является членом Налогового комитета общественного совета при государственной фискальной службе в Харьковской области. Олег Драгунов, который сейчас присутствует, он юрист ассоциации частных работодателей. И Гриценко Наталья, она является заводелом социально-экономических, правовых вопросов и вопросов охраны труда объединения профсоюзов, извините, Харьковской области. Я хочу сказать, что мы не случайно пригласили на нашу дискуссионную панель две стороны социального диалога, это предприниматели и представители профсоюзов. Потому что 9 декабря Федерация профсоюзов Украины опубликовала свою позицию относительно налоговой реформы, где они заявляют о том, что отсутствие компенсаторных финансовых механизмов замещения трат, полученных в результате снижения единого социального взноса, приведет к появлению задолженностей по пенсиям, пособиям по безработице, страховых выплат потерпевшим на производстве и других социальных услуг. С другой стороны, мы считаем, что только закрытие юридических лиц, упрощенцев Харьковской области может привести к ликвидации более трех тысяч рабочих мест в регионы, либо переводу их в тень, как уже говорили об этом предыдущие спикеры. Поэтому участники нашей дискуссионной панели пришли к следующим выводам. Бизнес не может развиваться в стране, где каждый год происходит изменение в налогообложении. Необходимо обеспечить налоговую стабильность. Нормы должны быть благоприятны и государству, и бизнесу, и наемным работникам. Второе. Правительству и парламенту необходимо соблюдать принцип стабильности, то есть внесение любых изменений в налоговую систему должно осуществляться, как говорил Олег, эту норму вспомнил, не позднее шести месяцев до начала нового бюджетного года, в котором предусматривается внесение таких налоговых изменений. Участники дискуссионной панели считают, что принятие концепции следует считать преждевременным, поскольку ни одна из них, и 36-30, которую внесли на рассмотрение, не имеют под собой никаких компенсаторных механизмов и не будут способствовать детенизации бизнеса, о которой, собственно, говорят приверженцы концепции. Следующее. При принятии решений по реформированию налоговой системы правительству и парламенту нужно придерживаться принципов справедливости при налогообложении, необходимо обсуждение, всестороннее обсуждение концепции налоговой реформы в широких кругах общественности и с бизнесом, и с профсоюзами, с соблюдением норм действующего законодательства и Конституции Украины. Мы считаем, что при разработке новой налоговой реформы нужно больше внимания уделить налогу о добавленной стоимости, поскольку именно этот налог является наиболее коррумпированным и по факту является предметом продажи Украины. В связи с этим участники нашей дискуссионной панели высказали свою готовность участвовать в акции протеста, мирной акции протеста, которая состоится в Харькове 18 декабря этого года. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Николай, Мария. Скажите, пожалуйста, не секрет, что такое правильное принятие налоговых изменений связано с давлением со стороны МПФ и других. Какой вы все-таки выход видите на сегодня? Если правительство не согласится с мнением общественности, не отложит в принципе налоговые изменения, что это? Все-таки принятие законопроекта Ериска, возможно, это принятие законопроекта Южаниной и, возможно, принятие одного из законопроектов, но с маратурием для единоналожников. То есть какой выход в реальном умеете, если все-таки что-то принимать? Ну, первое, начну с того, что информацию о реформах, которые происходят в Украине, Международный валютный фонд и европейские доноры черпают, как ни странно, из отчетов с кабинетом министра. Ну, в этом все сказано. К сожалению, обществу украинскому так и не удалось наладить нормальные коммуникации с альтернативной точкой зрения, потому что у нас аналитические центры, которые могут очень системно делать такую оценку и которым бы доверяли, пока что только формируются. Одним из выходов, правильно вы сказали, есть выход, который был сделан в 2010 году. Напомню, когда предприниматели выступали против налогового кодекса, который только тогда собирались принять, там предлагали тоже вести учет кассовой аппарата и ограничить обороты. Но в конце концов нашелся кто-то умный, я не знаю, кто это был, я не думаю, что это был Азар, который принял решение внести в Верховную Раду налоговый кодекс без 14-го раздела, то есть без упрощенки, ее оставили такой, какой она была. И потом в течение двух лет с огромным сопротивлением со стороны Кабмина, но бизнес-ассоциация, общественность участвовали в доработке этого раздела. Да, он вышел не таким, каким бы мы хотели, но не идеальным. Но тем не менее, в течение двух лет, когда был зазор, была возможность бизнесу потихонечку перейти на новые условия. Первое, как мы уже сказали, да, это обязательное введение моратория. Допускаем, что сейчас не принимают 36-30. Мы считаем, должен быть введен мораторий на законодательные изменения существующей системы упрощенной на три года. Хотя, в принципе, авторы 33-57 предлагают один год. Можно допустить это, еще раз говорю, при условии, что за этот год мы увидим, что принятый законопроект действительно привел к созданию комфортных условий для развития бизнеса и есть результаты по детенизации. Мы сами хотим выйти из тени. Бизнес об этом говорит. Мы хотим сами платить налоги, честные, адекватные. Мы хотим, чтобы бюджетные обязательства перед бюджетниками, пенсионерами выполнялись. Но существующие законодательства это невозможно. Государство создало такие условия, когда бизнес вынужден уходить в тень, потому что мы все считаем наши затраты. Невозможно платить налоги с убытков. Невозможно вести бизнес, имея убытки. Мы выходим в плюс. При этом, если этот плюс появляется в тени, бизнесу ничего не остается делать. У каждого из нас есть свои семьи, мы их должны кормить. Правильно? Мы создаем рабочие места еще для кого-то. И даже если люди эти работают в тени, получают зарплату в конвертах, я всегда говорю честно, на самом деле это плохо, но при этом чья-то семья имеет кормильца. Если мы сейчас все это закроем, мы получим в итоге повышение социальной напряженности и люди выйдут на новый Майдан. Все говорят о том, что Майдан может быть в марте, и он будет намного кровавее, чем тот, который был до этого. Подточнение. Вы считаете, какой из двух представленных сейчас законопроектов реальный доработать? Южанину или Южанину? Доработать реальный 33-57 Южаниной, но еще раз говорю, его сейчас принимать в такой виде тоже нельзя. Потому что там с 1 января повышаются ставки для единоналожников, что тоже нельзя поддержать. У нас не те условия, когда мы готовы сразу взять и увеличить налоговую нагрузку. Когда говорят о том, что в бюджете Украины будет большая дырка по недобору, извините, но год назад, 11 декабря, Синий Петрович заявил о том, что правительство снизит на 10% издержки на содержание госаппарата. Этого не произошло. Более того, в новом бюджете предполагается увеличение поступлений за счет налогов на 25%. На 25%. При этом соцстандарты повышаются на 12%. Извините, где 13%? Я это рассматриваю как покрытие коррупционных составляющих, которые существуют внутри кабинета министров. Спасибо еще на вопрос, Виталий. Давайте напомним о том, когда будет акция. Акция состоится 18 декабря в пятницу в 13.00 на площади Конституции. На Конституции площади. Значит, мы приглашаем туда приходить предприниматели, компании, юридические лица. Мы приглашаем туда приходить другие категории, например, пенсионеры, учителя, поддержите нас, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы наших детей учили люди, которые имеют достойную зарплату, чтобы нас лечили люди, у которых достойна зарплата. Наши отцы, наши матери должны получать достойную пенсию. Сейчас мы эту пенсию заплачиваем из собственного кармана, но при этом мы платим ЕСВ. Когда я говорю, что предприниматель не платит, это неправда. Мы платим ЕСВ. Во всех странах существует категория бизнеса, которому даны определенные привилегии. Для сравнения, даже в развитом Израиле есть категория предпринимателей, которые налогом не платят вообще. Если не превышают, если я не могу ошибаться, оборот, 100 тысяч долларов в год. Но я могу ошибаться, сейчас цифры, но там есть категория, с которой вообще не берут налоги. То есть это те люди, которые сами себе создают рабочие места, сами для себя зарабатывают. Государство говорит, вы у нас ничего не просите, мы вас не трогаем, работайте. Если вы дошли до определенного уровня, начали развиваться, создавать рабочие места, да, давайте тогда платите на уровень. Это система нормальная, мировая, которую мы хотим видеть в Украине. Я еще хотел бы добавить, акция, которая состоится 19-го числа, 18-го числа, это не политическая акция. У нас на акции категорически запрещена любая политическая деятельность, у нас не будет политических плагов, у нас никто не будет орань там горячевки в поддержку какой-то политической партии. На это есть несколько причин. Самая главная основная причина, мы не хотим видеть тех политиков, которые есть в наших акциях. Мы не верим их, они у нас не вызывают никакого уважения, и мы абсолютно никакого доверим. Первая. Вторая причина, по которой эта акция будет не политическая. Мы в данный момент хотим объединить людей, предпринимателей, независимо от их политических убеждений. Кому-то нравятся коммунисты, кому-то нравятся правосердам, какая разница, беда приходит абсолютно ко всем, независимо от политической деятельности, это общая беда, и против нее мы должны бороться с общими усилиями. А потом уже пусть каждый голосует за того, за кого хочет. Политики у нас не будет. Кроме того, на этой акции мы хотим дать возможность, мы приглашаем выступить, несмотря на то, что она не политическая, мы против политики. Представители всех партий политических, которые присутствуют в Верховном Совете в данный момент, пусть они выйдут и людям расскажут, как они относятся к этому закону. Мы дадим каждому слово, и это оппозиционный блок Ильяшко, партия Ильяшко, как она называется? Радикальная. Либеральная партия. Пусть выйдут на площади, скажут, людям скажут, что, ребята, почему так получилось, что же мы там делаем, что такое вот, что вы сюда по морозу выйдете и бросите свои дома, бросите свои детей и свои работы. Пусть они выйдут и выскажутся, мы их послушаем, и мы поймем, кто действительно хоть что-то может сказать, ну а кто просто популист, который там за этой всей словесно-шелухой пытается решить свои какие-то вопросы. Акция не политическая, кроме того, кроме депутатов, и мы их приглашаем выступить, представители городской администрации, представители областной администрации, пусть тоже выйдут и выскажут, как они относятся активной части своих горожан, активной части своих соотечественников, которые выживают в этих условиях. А дальше у нас будут выступления представителей коллективов, те, которые попьют. Это будут представители с рынком, представители атаксистов, то есть мы дадим слово по чуть-чуть, по две минуты, не будут у нас длинных монологов или Леонид Ильич Вечер. По две минуты мы слово дадим тем представителям тех слоев, которые действительно в атаксисты писаются. То есть это будет такое, знаете, формат вечер, у нас не будет театра одного актера, мы дадим слово всем, мы все вместе, всем собравшимся людьми, всем вот этим мероприятиям, определимся, решим, что нам делать дальше. Так бороться с вот этой новалой, которая не стала ни всего у нас под Новый год образовалась. А нежданно гигантно будет, то есть, ну это ж... Геннадий, спасибо. Да, еще добавлю, еще раз говорю, что мы приглашаем народных депутатов, в первую очередь харьковчан, выступить в пятницу на нашей сцене. Мы дадим каждому слово. Более того, киевляне запустили сейчас такой, ну, нельзя назвать флешмоб, это создание кориции, поддержку малого бизнеса именно внутри Верховной Рады. То есть, киевляне, на самом деле, уже завтра выходят в Верховную Раду, когда будет голосование. Мы не можем быстро сориентироваться и людей туда повезти, но это очень сложный процесс. Но киевляне уже будут завтра там. Они тоже обращаются к депутатам, говорят, все, кто хочет, может прийти к нам и высказываться, что он думает по сложившейся ситуации. Более того, мы приглашаем всех предпринимателей и всех, кто сочувствует, к нам в штаб. Он находится, вот, телефоны указаны на листовках. Нам нужны люди, которые помогут нам в организации. Мы не скрываем о том, что любая организация любого мероприятия это довольно затратное дело. Но предприниматели только сами себе могут помочь. Кроме этого, хочу остановиться на том, что и в 2004 году, и в 2010 году, и сейчас, к сожалению, мы упустили возможность для того, чтобы бизнес начал влиять на изменения, которые касаются именно его. Это и налоговая реформа, это создание комфортных условий для ведения бизнеса. К сожалению, время тогда было упущено. Поэтому мы сейчас еще раз делаем акцент на том, что, к сожалению, консолидация бизнеса в Украине очень низкая, 1,5-2 процента. И мы призываем предпринимателей найти активную бизнес-ассоциацию, которая действительно отстаивает интересы предпринимателей, начинать работать с ними, присоединяться, помогать ресурсам, помогать финансам. Потому что именно бизнес-ассоциации во всем мире этот цивилизованный опыт представляет интересы бизнеса. Они являются стороной диалога, который учитывает любая власть, для того, чтобы создать наилучшие условия как для работы бизнеса, так и наполнения бюджета. Потому что без детенизации, к сожалению, решить проблемы по бюджету невозможно. Провести реформы на мой момент невозможно. Это ресурс. Спасибо. Если вопросов нет, мы тогда заканчиваем. Спасибо вам за информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.